Здравствуйте! Сегодня я вам хотела бы рассказать о переизданной книге. Называется она «Мы с Костиком», автор Инга Петкевич. Действие разворачивается в Ленинграде в 50-х, 60-х годах, а героями выступают два мальчишки. Но будьте внимательны, два мальчишки по духу, но не по возрасту, потому что Костик, один из героев этой книги, это не кто иной, как папа, который вместе со своим сыном доставляет много хлопот маме, потому что они оба рассеянные, они могут забыть, что им поручили и так далее, но он, как никто иной, понимает своего сына, а сын, как никто другой, понимает своего отца, потому что вместе они гуляют по Ленинграду, вместе они беседуют на разные-разные темы. Конечно же, папа, или, как мы говорим, Костик, очень рассеянный, он композитор, но он стал настоящим другом своему сыну. И автор в предисловии этой книги говорила, что друзей в детстве обычно бывает много, но, наверное, надо, чтобы их было еще больше. И автору этой книги хотелось бы, чтобы у каждого человека в этой жизни был свой друг, чтобы каждому разрешили иметь дома собаку. В книге две небольших повести. Первая, как я уже сказала, про папу с Костиком, а вторая, совсем небольшая, она повествует о мальчике Никифоре, у которого есть несмышленый братец Кузьма, которому Никифор во все помогает. Две повести этой книги, небольшие по объему. Если последняя, Никифор, не разбита ни на какие главы, то первая повесть, конечно, разбивается на небольшие рассказы, которые, наверное, можно прочитать каждый самостоятельно, но если вы посмотрите на содержание, как оно оформлено, то увидите, что здесь очень много многоточий и практически нет заглавных букв. Явно описывается ежедневное течение жизни обычной семьи. И не случайная книга называется «Мы с Костиком». Повествование ведется от лица сына, а Костик, как я уже сказала, это папа. Но он такой же фантазер, он такой же выдумщик, как его сын. Он немного отрешен от жизни, но он может быть очень настойчивым и любит добиваться своего. Так он очень долго пытался научиться кататься на лыжах по ночам. Был весь в синяках, но своего добился. И когда мама провожает их на прогулку, она обычно говорит, следуйте друг за другом. Но это мало когда помогает, потому что кто-нибудь да потеряется. Либо Костик, папа, либо сын. Насколько понравятся данные тексты современному читателю, мы узнаем прямо сейчас. Книга о дружбе мальчика и папы. Они общаются как друзья. Мальчик называют папу по имени Костиком. Они часто гуляют. Бывали случаи, что когда они гуляли, папа задумывался и забывал, что гуляет со своим сыном. И терял его. Хоть он очень сильно его любит и дорожит им. Когда он его терял, он очень сильно волновался. Папа был композитором. Он мог сочинить музыку даже в магазине. Мама спрашивала у Костика, куда он делал свои перчатки. И он начал выкручиваться и передумывать разные истории. Эта книга читается достаточно легко. Но бывают трудные моменты, которые приходится перечитывать, чтобы понять, о чем идет речь. Я рекомендую эту книгу читать лет с восьми, но в некоторых моментах, чтобы помогали родители, чтобы эту книгу понять полностью и правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok